Законопроект Минюста. Отбирать единственное жилье за долги надо детально проработать и рассмотреть его с юридической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По версии Минюста, отбирать можно будет, если это жилье не куплено в ипотеку. Если его площадь в два раза больше превышает существующую социальную норму. 18 квадратных метров на человека. Считая всех совместно проживающих родственников должника, также будут учитывать и стоимость. Чем роскошнее дом или апартаменты, тем больше шансов их лишиться. Правда, совсем без жилья должник не останется. Если по решению суда квартиру продадут, часть вырученной суммы уйдет на покупку стандартного жилья. Излишек пустят на покрытие долга. Кстати, подобный законопроект ранее уже вносила нынешний председатель Комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская. Старалась сделать его максимально мягким, чтобы не нарушить права не только собственника, который там должен, а членов семьи, к которым могут относиться дети несовершеннолетние, престарелые родители, инвалиды, иждивенцы и так далее. Вот наказывать их категорически нельзя. С другой стороны, нельзя позволять жирующим собственникам, у него коттедж там на несколько десятков миллионов, а бросить без коней нельзя. Спасибо.